Здравствуйте! В некоторых гибридных и динамических наушниках встречаются небольшие отверстия, которые имеют два своих основных предназначения. В первую очередь, иногда бывает такое, что вы надеваете наушники и вот слышен такой треск, как будто бы мембрана там просто искажается, непонятно что с ней происходит. И все это из-за того, что образуется давление и соответственно оно воздействует на саму мембрану. И компенсационные отверстия как раз таки и созданы для того, чтобы этой проблемы не было. То есть, чтобы вы вставляли наушники и при этом не происходило никаких звуков, никаких деформаций самой мембраны. То есть, это не ведет к чему-то плохому, то есть, это не страшно, но тем не менее неприятно. И также есть вторая задача, при которой эти отверстия выступают в роли фазоинверторов в колонках. То есть, они уже непосредственно влияют на само звучание. То есть, изменяются в основном низкие частоты, их количество и их качество. То есть, это уже зависит от самой модели и фактически это сделано для того, чтобы настроить звучание правильно, то как это хочет сделать производитель. В общем-то, по основной теме самого ролика все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, поставьте ваши лайки, либо же дизлайки на ваше усмотрение. И, пользуясь тем, что ролик получается достаточно короткий, я бы хотел обговорить с таких некоторые, с одной стороны, второстепенные темы. В первую очередь, я хочу поблагодарить за то, что в предыдущем видео вы написали множество всяких внутриканальных интересных моделей из разного бюджета. С этим можно работать, что-то как-то улучшать. И за это вам действительно большое-большое спасибо. И хотелось бы поговорить еще насчет самих цен. То есть, я понимаю, что намного проще для людей, когда они смотрят видео, чтобы они сразу же как-то вот слышали цену непосредственно самих товаров, наушников, цепоусилителей, неважно. И вот здесь есть маленькое такое но. Сам основной магазин находится в Беларуси. То есть, для меня белорусские рубли, они вполне понятны. То есть, TFZ Series 2 Pro это 129 рублей. Но как бы 129 рублей для человека, который живет где-то в России, звучит немножко дико. Потому что, насколько я помню, это там в районе 5-7 долларов. То есть, что-то совсем такое дешевое. То есть, для меня российские рубли это вот просто жесть. Я не могу в них ориентироваться. Я пытаюсь это запомнить. Но из этого получается только какая-то путаница. И говорить в долларах, ну это тоже как бы вариант. Но в последнее время я почему-то вот прям совсем перешел на наши рубли. И мыслю и осознаю цены именно вот в наших рублях, а не в долларах. Поэтому это сложно. Ну и опять-таки, вдвойне это сложно. Потому что цены меняются на многие наушники. И я понимаю, что есть ролики, которые выпускались там в августе-сентябре 2018 года. Их до сих пор смотрят. То есть, те же Marshall & Major 3. Насколько я помню, у Нитан долларов под 150 стоило Bluetooth версии. Сейчас они стоят намного дешевле. И далеко не всегда люди смотрят на дату выхода самого ролика. Ну и в принципе то, что кто-то еще смотрит те видео, которые были выпущены в самом начале при создании канала. Там в том же 2018 году, даже 2019 года некоторые ролики мне порой смотрятся вот так вот. Как-то с таким чувством стыда. Но не столь важно. Поэтому сценами я вот все думаю, как это правильнее сделать. Как правильно их называть. Возможно, вы здесь поможете и подскажете. Ну и естественно, есть еще один такой вопрос. Я понимаю, что делать просто обзоры это не интересно. То есть, постоянно, когда что-то выпускаешь, ты смотришь на реакцию. Сколько просмотров, сколько там лайков, дизлайков, каких-то комментариев и прочего. То есть, ты пытаешься понять, о чем снимать. То есть, какие-то обзоры на конкретные там колонки, на какие-то конкретные наушники. Это не интересно. То есть, там посмотрит 5-7% от общего числа подписчиков. И вот, ну как бы все. Я понимаю, что... И опять-таки, подсказали, что можно выпускать ролики под какие-то определенные жанры. То есть, вот я понимаю. Да, действительно, это сложно. Это все очень так субъективно. Но если разобраться в самом вопросе, потратить какое-то время на сценарий, на подбор самих моделей, то можно сделать что-то интересное. Соответственно, продумываю сейчас под рок. То есть, опять-таки, рок, он тоже совершенно разный. То есть, скорее всего, что придется направления, которые именно связаны с роком и с металлом, разделять. Потому что, ну вот там слишком много своих нюансов. И это будут разные виды. То есть, какие-то просто топы там, универсальные наушники, басовитые наушники, нейтральные наушники. Это тоже интересно. Это тоже смотрит и может приносить какую-то пользу. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи касательно того, что можно было бы сделать и было бы действительно интересно, то я буду только за. Потому что возвращаться к каким-то обзорам, ну, не хочется, потому что это неправильно. То есть, да, есть некоторые модели, как те же Sony VH-1000XM4. Я их очень сильно ожидаю. Прям хочется сделать на них обзор. Те, кто смотрит канал, давно понимают, почему мне так хочется это сделать. Вот. Но это будут какие-то исключительные случаи. Поэтому буду очень рад вашим каким-то советам, вашем видении самой ситуации. И вообще, вот просто услышать, о чем вы хотите слушать какие-то ролики. Потому что доступ к самой технике есть. Есть какие-то наработки и смысли, которыми я хочу делиться. Поэтому мне осталось только узнать, что из этого будет вам интересно. На этом мы закругляемся. Еще раз большое спасибо за просмотр. Просто спасибо за то, что вы с нами. Мне вот приятно, что смотрят. Кому-то я могу помочь. То есть, как-то определиться. Хотя каждый ролик постоянно говорит, что, типа, нельзя там чисто по обзорам или еще почему-то выбирать. Но все равно как-то помогает. Хотя бы сужает количество моделей там до каких-то определенных. И уже создается какая-то полуопределенность. Это уже шаг вперед. Это уже какая-то польза от меня. То есть, не просто так вживу. Поэтому все. Закругляемся. Большое вам спасибо. И до скорых встреч.